Здравствуйте! Давно-давно наступило утро, но за окнами, темно как вечером, и приходится в комнате включать свет. Да, те самые снулые ноябрьские денёчки, когда царит им угла, и вечер плавно переходит в ночь, начавшись уже с утра. Да, самые мрачные, самые неприятные дни, которые можно только себе представить на улице, но отнюдь не дома. Вчера хотела душ принять, но настолько завозилась со своим новым изделием, что просто-напросто не успела и решила отложить. Не охота никому в такую погоду на улицу выходить, а мне придётся, потому что надо гаранда кормить, вод таскать. Ну, естественно, дрова, потому что наступил отопительный сезон. А кроме того, поскольку я вчера приволокла огромное количество отники сухоцветов, да кое-что завалялось у меня, хочу заняться своим изделием предыдущим, то бишь вот этой можжевеловой коряшкой, и создать какой-нибудь симпатичный букетик. Живые цветы скоро закончатся, снег покроют землю, но, тем не менее, хочется любоваться на что-то красивое и думать о том, что цветы распрутятся вновь. А потому диапазон для действий, как всегда, широчайший. Ну, не вредно также заглянуть в совейный долг, поскольку у меня в книге возникло несколько вопросов по использованию нового телефона. Попытался на него и снимать, но там огромное количество всевозможного текста, и без неё я точно не смогу разобраться. А хотелось бы применить его именно сегодня, но, увы, пока не удалось. Ну, впрочем, там видно будет, как всегда. На какой-то момент дождик прекратился, словно для того, чтобы я успела быстренько сделать все дела по участку. И, как ни странно, все мои зверюшки вывалили вместе со мной. Полагаю, Бонифаций вновь соберётся с совейный долг. Уж больно ему там понравилось, хорошо принимают. Ну, а что до гранда, то он собрался завтракать. Как всегда, стесняется. А, ну, от орешков, подсушного хлебушка, цыплёнка и прочих лакомств не откажется никогда. Да, не летать этой птице, но зато хоть кормит. Всё-таки вовремя ему поликарбонат установила. Хорошо под крышей. И только что передвинула пенёк так, чтобы не особо капало. Потому что всё насыщено влагой. Дождь сегодня горхотал по крыше, убаюкивая всю ночь. Начался с вечера. И сегодня явно будет продолжаться. А потому надо успеть быстренько всё переделать. И заняться своими изысканиями. В плане создания той самой кибаны. И доведения до ума нового изделия. Ну и что? Так, Маруш, ты не торопишься? Котофей! Что? Хочешь пойти вместе со мной? Ну, не знаю. Там ещё, наверное, не все проснулись. Хотя, кто его знает. Давай сходим, пока дожечка нет. Рванук. И не один. Ладно. Гранд покормлен. Что, Додров-то ещё успею их притащить. А сейчас надо брать новый телефон и отправляться к Нике за консультацией. А то и действительно, сколько можно тянуть, когда я, наконец, начну на него снимать. Само не терпится. Ну что, прогуляемся? Так, Боня занял позицию, а мне предстоит ещё разочек заглянуть в избушку за телефончиком. Прихватим и отправимся. Однако, пришлось немножко поменять свои планы, поскольку за забором раздались звуки, хорошо знакомые. По допраздничным дням возник экскаватор. Буквально у меня за забором. Интересно, что за манипуляции и чем это чревато. Ну что ж, надо понаблюдать. Итак, выгружен КАМАЗ в песку. Газгумирована старая труба. И продолжаются милизационные работы. Вот этот ранше, который сейчас занят мастер. Вероятно, трубочку погрузят вновь, но уже в более выгодной позиции, чтобы вода стекала. И, естественно, наша дорога от этого только выиграет. Так, любопытненько. Надо уводить отсюда собак. Это как раз повод к тому, чтобы отправиться туда, куда я намеревалась. Посмотрим, что будет дальше. Эх, лишь бы у нас здесь копать не начали. Так, Бунь, ну-ка брысь отсюда. Пойдём лучше к Ники скроем. Пойдём, пойдём. Нечего тут делать. Пошли. Чис-чис. Ну, понеслась, поехала. Да, это интереснее, чем на технику любоваться. Ну, впрочем, кому как. Так, а телефон я так и не прихватила. Ну что ж, ребята уже знают, в каком направлении стоит идти. Надеюсь, Бунька меня дождётся. Так, а вот это мне совсем не нравится. Видимо, КамАЗ с песком, когда разворачивался, полностью засыпал нашу трубу. Вот это номер. Надо Тёмке сейчас сказать. Нам тут потоп совершенно ни к чему. Ох, как я вспоминаю, как мы с Машкой и нашими трактористами тащили эту трубочку для того, чтобы её восстановить на место. Самое ужасное, если она хрустнула. Но без лопаты здесь не разберёшься. Показала Ники, что творится у нас в начале дороги. Я услышала несколько нелестных слов в сторону рабочих. Но что поделаешь? Однако Бунька за нами не пошёл. Видимо, боялся экскаватора и решил остаться дома. А тут, я смотрю, идут уже во всё приготовление к рептилиуму. О, да. И Машке, и Нике суждено там в субботу и воскресенье проводить время. О, сколько же знакомых людей они увидят. Как там будет интересно. На яблочепалки. Меня совсем не тянет. Удручает только то, что последний раз, когда стрим проводился в том здании, где состоится и нынче, у Ники не сдался стрим. А мне бы хотим и визуально. Всё-таки интересно было посмотреть, что там происходит. Ну, ничего страшного. Потом на видео покажут. Так. А Тёмке сейчас предстоит отправляться смотреть, что же там делается с дорогой. И, возможно, каким-то образом ситуацию исправлять. Ну, а вот и мой кабальер. Нет, Бонни, нет. Начался дождик. Видимо, опять до вечера. И поэтому к Марушке мы сегодня не попадём. Она сидит дома. И, по-моему, я уже знаю, почему он пришёл вчера таким грязным. Обследовала его шерстку, когда он начал обсыхать. Я вытирала его полотенчиком. И, скорее всего, виной тому висия. И вот эта вот замечательная лужа, которую давным-давно неплохо бы засыпать. Так, всё, Котофей, возвращаемся домой. Ой, неприглядное зрелище. Ну, посмотрим. Может, всё это удастся исправить. Главное, чтобы труба не треснула. Ох, как же мы её в своё время волокли. Ну, то, что сбили столбы, которые восстанавливала, это ерунда. А вот верёвку я заберу. Она уже не потребна, потому что по этой дороге. Теперь по нескольку раз в день проезжают обитатели Савиного дола. Ну, не каждый день, но, тем не менее, движение весьма оживлённое. Ну вот, меня не было минут 15, а тут уже легла дорога. Эх, как нежненько раскладыживает ковш этот самый песочек. Погребена труба. Интересно, что же будет делаться дальше. Эх, слякоть осеннее, слякоть. Ну, будем надеяться, что всё это смоют дождями. И теперь уже не на дорогу, а куда-нибудь в сторону. Нет, что ни говори, удачное у меня местечко под навесом. Ну вот, с гонечкой на коленочках, в тёплых сапожках, сижу и созерцаю, как экскаватор трудится над нашей дорогой. Писька затаилась в домике. Карька также вышла посмотреть. Ёлки-палки, не каждый день такое кино показывают. Зато то, что останется после работы, этой шикарной техники, это уже на десятилетия. Ну, не говорю на века, потому что нет в мире ничего. Долговременного, но, тем не менее, приятно посмотреть. Работа продолжается, а между тем к нам присоединилась Висяндра. Вскоренько сбегала, посмотрела, как оно там. Поспешила доложить. Судя по тому, что нос в песке, дорога расширяется и улучшается. Но на улице, между тем, сыренько и промозгло. Пора перемещаться в избушку и заняться своей кибаной. Очень хочется, что-то что-нибудь замутить из сухоцветов. Тем более, что сейчас у меня на столе лежит уже целая охапка. Однако, экскаватор закончил свою работу и перемещается вперед. Мне ужасно интересно, не пострадают ли ветви лип, что находится около моего и соседского дома. Интересно, он может стрелу убрать куда-то нежели нет? Ведь каким-то образом он проехал, когда двигался на тот край деревня. Причем прошел так, что даже разминулся с автолавкой, что в прошлую среду стояло около нашего дома. Нет, Карин, не надо туда ходить. Оставайтесь здесь. Гонечка на нагретое местечко присел. Ну что ж, понаблюдаем. Ладно. Судя по всему, это надолго подождем. Еще одна попытка. Карри, иди сюда. Нет, не хочу еще, чтобы они за калитку выходили. Так, первое дерево прошел. А у меня как? Фу, с души отливло. Так не хотела, чтобы мои липы пострадали. Интересно посмотреть, что же там получилось. Рано еще в дом. Желтый монстр удаляется. А дорога засияла. Так, а он не хочет исправить, что там напортачили? Хм. Однако. Поглядим. Как будто головой мотает. Нет, не хочу. Нет, гребет родимый. Молодец. Ну что ж, будем надеяться, что труба не треснула, поскольку у нас бесцементная. Хотя очень увесистая. Пока он трудится, пройдусь, посмотрю, что же здесь. Главный эксперт за мной увязался. Ну, теперь можно. Так. Трубочку с одного места переложили на другое, более актуальное. Засыпали все огромным количеством песочка и щебенки. Ну, и теперь здесь совсем другое дело. А главное – камушки. Боня приедет в Ройск, будем опять искать окаменелости. Ладно. Вопрос номер два. Куда подевался монстр? И что с нашей трубой? Ну, все. Желтое чудо удаляется. Закончив работу в нашей деревушке. Интересно, когда мы свидимся вновь. Возможно, когда некий соберется, наконец-то, с финансами и силами. И речь уже зайдет о водоеме, который мы так хотим сделать около ее дома. Но это явно не скоро. До отъезда он успел разровнять въезд. Ну, тут уже с лопатой придется немножко повозиться. Но ничего страшного. Так, ладно, девчонки, пошли на веранду. Займемся прекрасно. Ну, насколько прекрасно там видно будет. А пока, я полагаю, мы нагулялись. Тем более, что погода к прогулкам совершенно не располагает. Ну, как бы то ни было, пора домой. Немного поразмышляла и решила, что заняться своими сухоцветами все-таки имеет смысл на веранде. Я пока и собираюсь их оставить. Пока еще и живые цветы, октябринки и прочее. В комнате и так достаточно уютно. Но, как только наступит холода и исчезнет все, что еще осталось у меня на клумбах, мои сухоцветики перекочуют в комнату с тем, чтобы создать яркое и красивое пятно, которое будет меня радовать всю зиму, до первых цветов весны. На веранде в такой пасмурный день так же темно, как в склепе. Поэтому пришлось включить свою лампу. Когда-то я ее сделала из старого торшера, премии в ветки, перья, обломки ракушек с Черного моря, рапанчики. Ну, естественно, не обошлось без истебиных лапок. Несчастная птица почила сбитой машиной. И ее доставили ко мне. Ну, а вот теперь с этой копны надо создать что-нибудь. Достойная с тем, чтобы радовала глаз. Тут главное не переборщить. Ой, терпеть не могу, когда громадными охапками с целыми снопами рвут цветы, лишь бы побольше, запихивают их с трудом в вазу, и они гибнут, не принося большого удовольствия, раясь только что запахом. Нет, главное вовремя остановиться, что я сейчас и попытаюсь сделать. Хотя все это было нелегко. Ника отдала мне свои гортензии. Зеленые мешали ей на кухне на столе, точнее столешнице. И они просто встали одной массой в вазочку, у меня в прихожей. Ну что ж, и здесь, когда заиндевеют окна, поскольку неутепленная веранда, будут радовать глаз. Ну, а что получилось, можно будет только понять, убрав все ненужные растения. Да, осталась целая копна. К сожалению, конский щавель вообще не пригоден для подобных мероприятий. Очень здорово осыпается. Ну вот, хотел его сначала применить, но ни к чему это совершенно. Ну, южную полынь, что мне Ника в прошлом году привезла, я, конечно, оставлю. Она на что-нибудь пригодится. А вот это вот все можно отправлять куда-нибудь, но только не на грядке в качестве утеплителя. Потому что иначе конский щавель с его громадными коренями, которые, кстати, содержат дубильные вещества, заполонит весь мой участок. Ладно, займемся приборчиком и посмотрим, что же все-таки вышло. Ну, вышло-то как-то так. Я еще сто раз, проходя мимо, буду останавливаться, когда не так замерзну, и думать, что убрать, что переставить, что переделать. Ну, сущности цель достигнута. Получилось такое достаточно яркое пятно, которое зимой будет весьма и весьма меня радовать. Сначала здесь, а потом уже в избушке. Да, Ирина Александровна налепила, накрутила. А, кстати, попробовала применить еще два интересных компонента, потому что тут явно что-то красненького не хватало. Веточки калины и послен. Послен у нас несъедобное растет на болоте. Но вот эти лианки пришлись как нельзя более кстати, причем выросли прямо у меня, и мне не пришло за ними куда-либо отправляться в дождь. Ну, что ж, будем любоваться. Особенно это здорово, как на улице вот такая вот погода. Эх, всем тепла, уюта, здоровья и удачи. Всего хорошего. До следующего раза.